Монумент пионером освоения Колымы и Чукотки реконструируют. В 1966 году было решено установить памятник тем, кто начинал возводить Магадан и крайний северо-восток. В 1974 году московские скульпторы и архитекторы создали проект монумента. Он представлял собой трех первопроходцев, трехсторонний горельеф с изображением горника, геолога, монтажника-электрика, рыбаков, колхозницы, представителя коренных народов севера, а также мраморную приту с картой территории. В 1980 году памятник был изготовлен и уже через 19 лет открыт. Дело в том, что вот этот постамент, он только постамент, это еще не весь памятник. По проекту на этом постаменте должна была размещаться трехфигурная композиция, выполненная из бронзы. Там и геолог, и первопроходцы как раз. И это не было сделано. И в настоящее время мэрия города Магадана решила, что необходимо вернуть историческую правду. И памятник создать, воссоздать, изготовить в виде в том, в котором он должен быть. Поэтому, насколько я знаю, сейчас принято решение. Есть уже проект, он сделан. И памятник будет изготовлен и установлен. Вот нас существуемся мы сейчас в пивистале. Реализация проекта уже началась. Однако осталось дождаться заключения договора на изготовление бронзовых фигур. Как только его заключат, то специалисты сразу же начнут работать. Бронзовая отливка будет привезена в город и установлена. В начале прошлой недели в актовом зале Северо-Восточного государственного университета прошло заседание Общественного совета при УМВД России по Магаданской области. Участники заседания рассмотрели несколько актуальных вопросов, один из которых касался безопасности дорожного движения. Виктор Ходоков, заместитель начальника УГИБДД, отметил, что за 7 месяцев этого года на территории региона произошло 90 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек погибли и 115 ранены. Основными причинами ДТП являются столкновения, наезд на пешехода, съезд дороги с опрокидыванием. Причина 17 происшествий – алкогольное опьянение водителей. В прошлом году было 20 таких случаев. В результате данных происшествий 18 человек ранено и 3 человека погибли. Также сотрудниками госавтоинспекции оформлено свыше 670 происшествий с материальным ущербом. В ненаселенных пунктах произошло 35 случаев ДТП, в которых 44 человека травмированы и 8 погибли. В целях профилактики на территории нашего региона сотрудниками госавтоинспекции проведены более 60 мероприятий. Как некоторые проводились конкретно по отдельным муниципальным образованиям, были также по всей территории региона. Водительство удостоверяется их наименование – пешеход, нетрезвый водитель, тонировка, скутер, внимание в детях и так далее. Во взаимодействии с другими подразделениями органов внутренних дел, ведомственными и общественными организациями проведены акции «Полиция и дети. Узная о своих долгах – дорогу, скорой, неделе безопасности населения, безопасное лето и другие». В июле мы провели традиционную акцию с нашими гражданскими активистами – это Общественный совет за безопасность дорожного движения. Кроме этого, на различных платформах транслировались социальные ролики и тематические видео на тему о безопасности дорожного движения. В общей сумме их было более 400. В целях профилактики повторных нарушений, связанных с управлением транспорта лицами в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники госавтоинспекции совместно с психологом областного наркодиспансера и представителям регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний провели две встречи с гражданами, которые были осуждены и лишены права управлять автомобилем. Статистика показывает, что такие мероприятия дают положительные результаты и оказывают существенное влияние на снижение ДТП. Редактор субтитров А.Семкин В Магадане состоялся второй этап конкурса «Северное соцветие-2021». В состязании соревнуются любители цветников, клумб, газонов. В этом году поступило более 20 заявок на участие. Среди них 5 физических лиц, остальные – организации. Это детские сады, школы и другие учреждения. Цель конкурса – приобщить жителей областного центра к озеленению города. С каждым годом магаданцы все больше тренируют свои навыки ландшафтного дизайна. Прошло заседание конкурсной комиссии, на котором определили победителей. Прошло заседание конкурсной комиссии, на котором были определены победители в пяти номинациях. Определены также победители гран-при. И в жюри в этом году присудило специальные призы. Конкурс направлен на экологическое развитие граждан, а также на привлечение граждан к благоустройству города. Благодаря этому конкурсу преображаются дворы нашего города, преображаются дошкольные образовательные учреждения. Стоит отметить, что в этом году большое количество новых участников, чему мы несказанно рады и хотим пригласить всех желающих жителей города Магадана, которые благоустраивают свои многоквартирные живые дома, цветники, а также учреждения различных организационно-правовых форум для участия в следующем году. Награждение победителей состоится в четвертом квартале 2021 года в торжественной обстановке. Магаданцев приглашают на встречу с путешественником, альпинистом, членом РГО, специалистом по безопасности в природной среде Михаилом Яриным. Пеший туризм, горный, лыжный, водный туризм, альпинизм, охотничьи и научные экспедиции. За плечами этого удивительного человека невероятный опыт, которым он поделится с участниками встречи. Магаданцам расскажут, что необходимо взять в поход, каким должно быть снаряжение, как ориентироваться на местности, как выжить в дикой природе, если заблудитесь. Встреча состоится 24 августа в элекционном зале Агентства по туризму Магаданской области. Начало в 18 часов. В связи с эпидемиологической обстановкой встречу могут посетить ограниченное количество участников, поэтому нужно обязательно зарегистрироваться на сайте «Визит Колыма». Почти 100 электронных сервисов и услуг Пенсионного фонда доступны онлайн. На сайте ПФР и портале Госуслуг можно получить практически любую помощь. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности организации. Регистрация на портале Госуслуг дает возможность быстро и удобно обратиться в ПФР без посещения клиентской службы. Колымчане, которые подтвердили учетную запись на портале Госуслуг, получают возможность доступа в личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Если прийти на офлайн-прием необходимо, то можно воспользоваться сервисом предварительной записи. Редактор субтитров А.Семкин В этом году было слишком мало дождей, осадков. Их практически не было ни июнь, ни июль. И снеговых осадков мало было. Земля не успела пропитаться. Водоемные не наполнились. Субтитры создавал DimaTorzok Смотри, это вирусы. Они очень маленькие, их просто так не увидишь. Но они вокруг тебя и могут напасть. Теперь среди них появился новый, особенно вредный коронавирус. Он живет в носу и в горле человека и вот так по воздуху захватывает других людей. Как пират. Держись подальше от тех, кто чихает и кашляет. Не бери руки в рот, не трогай лицо, и все будет хорошо. Держись подальше от тех, кто чихает и кашляет.